Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Вас приветствует команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости «Титул». Меня зовут Дмитрий Тристиценко. Сегодня нахожусь на обзоре вот такого дома. Дом расположен по адресу Краснодарский край, Белореченский район, Хутор Потин, улица Шоссейная, 14. Ниже в описании вы сможете ознакомиться с площадью земельного участка, с площадью дома. Также будет указан номер телефона собственника, по которому сможете позвонить и задать все интересующие вас вопросы. Давайте начнем свой обзор с улицы, с придворовой территории. Значит, дом расположен на трассе. Трасса это громко сказано. Дорога, которая соединяет поселки. Получается, вот, если вы видите, буквально в метрах в ста от меня идет остановка, и там уже начинается хутор Новоалексеевский. В этом хуторе буквально 200-300 метров там идет школа. Тут вот напротив остановки идут садь, извините, магазины. В той стороне находится поселок Архип. Да, правильно, поселок Архипский. Ну, дом находится, получается, на вот такой вот асфальтированной дороге. Здесь ходят автобусы. До города Белореченска отсюда 25 километров. До Краснодара примерно около 100 километров. Сам дом, значит, смотрите, сам дом саманный и обшит вот таким алюминиевым шифером. Крыша у данного домовладения шиферная. Шифер довольно-таки хороший. И вот, смотрите, летняя кухня. Она кирпичная. Ну, давайте будем потихонечку заходить. Значит, подъезд к дому, как вы видите, забетонирован. Придворовая территория довольно-таки широкая. Можно высадить здесь, вырубить все вот эти вот сухостои. Высадить клумбы, плодовые деревья. Кто что хочет. Также с этой стороны можно... Ну, тут, видите, цветы уже начинают прорезаться. Поэтому, я же говорю, можно сделать клумбы. Все, что хотите. Забор у данного домовладения из профлиста. Здесь он стоит на ленточном фундаменте. А там... Давайте, мы зайдем, я вам покажу. Там просто идут... Квадрат труба. И он прикручен к квадрат трубе. Значит, ворота здесь распашные. Двор забетонирован, как вы можете видеть. Так, здесь виноградник. Вот тут такая беседка из виноградника. Входим во двор. И здесь, смотрите, двор бетонирован, как я ранее говорил. Здесь клумбы перед домом. И здесь, и здесь розы. Смотрите, под окнами много роз посажено. Так, значит, идем по двору. Обратите внимание, что, видите, люк. Это один септик. Их здесь просто три штуки. Так, это вход в дом. Позже мы туда зайдем. Здесь летняя кухня у людей. Сюда выведен газ, вода и теплая. Но давление довольно-таки хорошее. Вот сейчас теплая вода идет. И холодная вода. Так, здесь люди, кстати, летом кушали. Вот он, столик. Он так вот раскладывается. И получается, смотрите, вот. И получается, вот. Так, идем дальше. Давайте в гараж заглянем. Здесь такой гараж для сельской техники. Мотоблок, смотрю, стоит. Ну, и всякие такие горшочки. Все под семена. Крыша здесь из доски. Брусок. Вот, смотрите. И сам дом, как я вам ранее говорил. Смотрите, вот он. Саман здесь довольно-таки хороший. Смотрите. Саман здесь прочный. Просто саман, саман рознь. Если за ним, конечно, не ухаживать, он будет сыпаться, разрушаться. Но здесь, смотрю, люди вроде как ухаживали. Значит, здесь это колодец. Но здесь установлен насос. Люди его утеплили. Вот он, смотрите. Вот там насос стоит. И отсюда идет вода в летнюю кухню. Ну, глубину колодца не смогу показать. Ну, до воды все достает. Так, значит, один сарай пошел. Вот, смотрите. Здесь стройматериалы. Люди оставляют этот стройматериал, потому что в доме хотели сделать стяжку. Но так как, со слов хозяев, климат не подошел, люди переезжают. Полы здесь. Значит, полы... Ну, когда-то была, наверное, стяжка. Сейчас она разрушилась. Сам сарай здесь, с этой стороны, заштукатурен. Потолок деревянный. И подшит вот такую вот панелью. Я так думаю, это ДВП. А сам сарай, смотрите, кирпичный. Значит, здесь еще один сарай. Раньше планировалось здесь сделать баню. Смотрите. Здесь планировалось баня. А здесь была душевая. Так, здесь была душевая. Потому что полы здесь плитка. Так, стены заштукатурены. Покрашены. Ну, и сверху идет шифер. Не пойму. Это, наверное, когда штукатурили, просто сделали шифер как основу. С этой стороны, значит, смотрите, утеплили. Потому что, когда мы с вами зайдем в летнюю кухню, там уже в людей идет ванна, туалет. Здесь еще ласт на чердак. Вот так это все выглядит. Так. И давайте пойдем в огород. Значит, огород отделяет такой забор из профлиста, калитка. Так. И смотрите, какие тут угодья. Так. Калитка не закрывается. Лишь бы курочки не выскочили, чтобы меня хозяева не арестовали. Так, все, сделал. Так, значит, смотрите, вот это все земельный участок относится к дому. Позже я вам покажу там до калитки, значит, идет. Здесь расположены еще два септика. Вот, смотрите, выход получается. Вот один здесь септик идет с душевой, с ванной и с туалета. И там еще один септик, он идет с кухни. Люди ни разу септики эти не откачивали, потому что, говорят, нет необходимости в этом. Все работает как положено. Сам дом, простите, сама летняя кухня, как вы можете видеть, кирпичная. Трещин такого я ничего не вижу. Отмостка идет. Крыша также из шифера. Так. Идем с вами дальше. Тут много чего есть показать. Поэтому, так. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Здесь, значит, курятник. Вот, смотрите. Там сидят курочки. Вот. И здесь вот продолжение курятника. Крыша, как вы можете видеть, из доски. Подбита доской. А сама она шиферная. Здесь у нас тоже должны быть курочки. Но их почему-то я не вижу. А, вот. Калитка открыта, поэтому они все на прогулке, на выгуле. Здесь посажены кусты смородины. Здесь еще вольер. Наверное, для утей или курей еще каких-нибудь. Потому что здесь, смотрите. У людей есть фазан. Есть декоративные курочки. Так, вот это все идут границы участка. Сейчас мы дойдем до конца, чтобы вы могли определиться, увидеть, где граница. И пойдем потихонечку назад. Вот, смотрите, получается граница участка, вот эти вот белые столбики. Ну, раз есть калитка с соседями, вон соседи там уже в огороде занимаются, значит, соседи хорошие. Друзья, не забывайте, напоминаю, подписываться на наш канал. Ниже в описании будет указан номер собственника. Также будет указан наш номер телефона, по которому вы сможете позвонить и задать все интересующие вас вопросы. Так, здесь, я так думаю, это закутаны кусты инжира. Обычно их прячут. Сюда выведена вода для полива. Сейчас, наверное, она отключена. Да, отключена вода. Уже, уже, правда, весной прям пахнет. Птички весенние поют. Уже теплички накрыли. Там, смотри, уже зеленушка пошла. Так, а вот в этом помещении, как мне сказали люди, живут фазаны. Сейчас, сейчас я вам попробую их показать. Все сараи здесь, обратите внимание, кирпичные. Да, ну вот, смотрите, вот курочка фазана, а вон он сам фазанчик. Вот какие они красивые, смотрите. Прям красавцы. Вот. Вот, получается, две курочки. Ой, два петли. Мальчика и одна девочка. Вот. Красивый, красивый. Иди сюда, иди сюда. Мне не подпустит. Так, ну, Дива с вами посмотрели. Дива дивная. Пойдем дальше смотреть. Домовладение. И все прилегающие к нему помещения. Идем дальше. Значит, смотрите, здесь посажен сад. Груши, яблони. Вот это, люди сказали, черешня ранняя. Уже, кстати, смотрите, почки набухают. Какая красота. Лишь бы и морозов теперь не было. Так, это черешня. Как люди сказали, персик здесь еще произрастает. И абрикосы. Это вот летний душ. Это второй выход. Здесь, конечно, надо все это облагородить. Либо просто снести, допустим, этот сарай. Ну, люди планировали здесь снести этот сарай. И сделать пристройку, в которой... А, вот, смотрите, маленькие курочки. Декоративные. Вот они, смотрите. Все, все, не трогаю, не трогаю вас. Так, значит, продолжаем. А, вот, смотрите, какое кучерявое. Кто не видел таких кучерявых курей? Так, продолжаем. Значит, люди планировали вот это убрать и пристроить сюда еще такое помещение, в котором планировали сделать ванну и туалет. Значит, вот этот вход, он полностью деревянный. Фундамент под ним немножечко так вот покосился. Вот, как вы можете видеть порожки. Видите, они бетонные, но чуть-чуть уже бетон рассыпался. Так вот. По идее, это все можно снести. Проблем никаких не составит. И все. Так вот выглядит дом с этого ракурса. Вот. Ну, здесь ранее, я вам говорил, уже клумбы. Там вход. Ну, давайте я вам еще пройдем так. Покажу там несколько хоз помещений, которые мы с вами не посмотрели. И будем заходить в дом. Друзья, если вы хотите продать недвижимость, мы можем вам в этом помочь. Ниже будет указан номер телефона, по которому сможете позвонить и задать все интересующие вас вопросы. Так, заходим во двор. Здесь вот одно хоз помещение. Вот. Ну, как кладовку можно использовать. Видите? Потолок подбит доской. И здесь я вам показывал. Это уже гараж. Ну, что, вроде бы показал все во дворе и огород. Давайте будем заходить в дом, а потом уже в летнюю кухню. Значит, смотрите, здесь дверь деревянная, и она бита таким вот, наверное, дермантином, как раньше делали. Вот. Здесь люди планировали сделать стяжку, поднять этот пол и сделать здесь стяжку, что я вам ранее говорил. Там они хотели пристроить. Вот здесь хотели пристроить туалет-ванную. Вот сюда вот. Тоже это говорил чуть ранее. Ну, и вот этот выход. Ой, ой, черный кот, смотрите какой. Все, 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 не трогай, не трогай. Вот этот вот второй выход, который полностью из дерева. При необходимости его можно просто свалить и все. Так. Значит, смотрим дальше. Эта дверь, они, люди, ее забили, заклеили скотчем. А здесь кто у нас? Здесь вот как раз вот этот маленькая курочка. И у нее же цыплятки. Слышу цыплятки пищат. Все, не трогаем, пошли дальше. Так, газовый котел здесь установлен. Отопление здесь трубы. Так. Ну, давайте будем заходить в дом. Значит, вход в дом. Такая вот дверь деревянная. Так, заходим в дом. И здесь ремонт не делался еще с прежних хозяев. Полы деревянные, стены заштукатурены, зашпаклеваны, сверху поклеены обои. И потолки здесь, ну, примерно под 3 метра, наверное, высотой. Окно здесь металлопластиковое. Работает на открывание и на проветривание. Так, отопление, как я ранее говорил, трубы. Ну, давайте начнем с этой комнаты. Тут вот такая небольшая комната. Потолки тоже высотой примерно под 3 метра. О, здесь еще один инкубатор. Вот он. Захожу, слышу, что-то пищит. Сначала не понял, а потом вот же. Смотрите, инкубатор. Так, отопление трубы идут. Окно пластиковое. Смотрю, работает на проветривание, потому что не доберусь. Ну, и, скорее всего, на открывание тоже работает. Стены заштукатурены, зашпаклеваны. И поклеенные обои. Ну, честно говоря, ремонт, конечно, надо будет сделать косметический. Но там, кто какой захочет. Потому что состояние ремонта, ну, я не скажу, что прям отвратительно. Ну, на мой вкус, я бы, конечно, здесь переклеил обои. Ну, с потолками, не знаю, это все на любителя. Вот, смотрите. Потолки нормальные, нигде не прогнулись, не провисли. Я ранее говорил, что это саман. И саман-саман рознь. Потому что стены, смотрите, какие прочные. Нигде ни пустоты, ничего нет. Так, отопление, значит, как говорил уже, трубы. Полы деревянные. Стены заштукатурены, зашпаклеваны. Обои. И заходим в последнюю комнату. Это, я так думаю, зал. Полы также деревянные. Стены заштукатурены, зашпаклеваны. Поклеенные обои. Тут получается раз окно. Два, три, четыре. Два из них глухих. Здесь, ну, смотрите, цветы. Поэтому так. На открывание работает и на проветривание. Мебель в этом доме остается, как люди сказали, вся. То, что в летней кухне, там уже по договоренности. Значит, это окно на открывание и на проветривание работает. Вот так выглядит эта комната с этого ракурса. Все, вам подробно покажу. Так, эта комната, назовем ее прихожей. Выглядит вот так. Двери, конечно, тут под замену, наверное. Хотя, в принципе, вы знаете, они довольно-таки прочные. Старно. Все, что делалось в СССР, оно все прочное, все на века сделано. Так, посмотрели с вами дом. И давайте будем переходить уже в летнюю кухню. Она же, получается, основная. Но при желании, смотрите, здесь можно сделать, сколько вот бывал в домах. Да, вот в этом, в этой части дома люди обычно делают себе кухню. Ну, затея с пристройкой, скажу честно, мне очень понравилось. Потому что вот, да, делайте пристройку. И в ней можно размещать и туалет, и ванну. И при желании можно даже там же разместить и кухню. Здесь, смотрите, газовый счетчик. Установлен. Виноградная лоза заплетает здесь. Ну, с виноградом здесь проблем нет. Так, это часть летней кухни. Смотрите, видите, люди ее утеплили. Так, ну, давайте будем заходить в летнюю кухню. Потому что она у них и жилая. Там есть жилая комната, кухня, все. Так, давайте будем заходить. Так, заходим, значит, с вами в летнюю кухню. Она же, получается, как и жилая. Так, что гостей будет и где разместить. Гости будут жить тут припеваючи. Смотрите, получается, здесь кирпичная вот эта вот, даже не знаю, как его назвать, прихожая. Люди ее утеплили. Вот, смотрите, вот он утеплитель. И обшили USB панелями. Потолок также утеплен и подшит фанерой. Вот. Здесь, как вы могли видеть с улицы, было окно. Люди это все зашили, закрыли и сделали прихожую такую. Значит, полы здесь идут стяжка, под ней линолеум и сверху лежит ковролин. Тут такое зеркало, девочки могут прихорашиваться. Давайте будем заходить. Двери деревянные. Опять же, видите, СССР рулит на века. Заходим сюда. Здесь идет полы. Полы здесь деревянные. Попадаем на кухню сразу. Простите. Попадаем сразу на кухню. Полы здесь деревянные. Ну, люди утеплили это все дело и сверху положили здесь линолеум. Это кухня. Как я ранее говорил, окно здесь работает на открывание, только на открывание. Здесь получается два окна, одно глухое. Так вот, это все выглядит. Стены заштукатурены, зашпаклеваны. И потолок здесь зашит в пластик. Здесь очень тепло, потому что сюда заходит форсунка. Кстати, в доме, забыл сказать, печка действующая при необходимости. Можно сделать там камин. Простите, не обратил на это внимание. Так, значит, заходим сюда в комнату. Здесь жилая комната. Здесь уже на полу лежит ламинат. Сейчас посмотрим этот набор. Люди специально для меня оставили подвал открытым, потому что очень тяжело его было открывать. Ну, вот смотрите, получается ламинат, линолеум. И там под линолеумом идет стяжка. Так, подвал здесь вот такой вот. Он довольно-таки глубокий, небольшой. Здесь же установлена скважина. Насос на воду. Вот так вот выглядит подвал. Значит, здесь мебель остается по договоренности. Прикрою так, чтобы внешний вид был красивый. Это выглядит комната вот так. Значит, ранее, как я говорил, стяжка, ламинат. Стены заштукатурены, зашпаклеваны, поклеены обои. Потолок зашит пластиком. Здесь два окна, одно глухое. И одно работает на открывание. Не получится его открыть, потому что... Ну, и с этой стороны тоже глухое окно. И здесь, ранее, как я говорил, смотрите, это санузел. Вот он, санузел. Здесь довольно-таки просторно. Для санузла больше, я так думаю, и не надо. Значит, там кирпичная стена идет, утеплено. И здесь зашито все пластиком. Полотенцесушитель электрический. Потолок тоже, смотрите, зашит в пластик. Принудительная вентиляция. На горячую воду установлен такой электробойлер. И душевая здесь сделана... Здесь просто сделан бордюр. Очень удобно. Кстати, у меня тоже дома бордюр. Теплые полы. И ничего не надо, не вытирать ничего. Вот так выглядит санузел, душевая. Двери здесь шпанированные, беленькие. Ну вот, посмотрели мы с вами полностью домовладение. Не провалиться бы мне в этот. Друзья, если вам понравился данный видеоролик, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии.